Добро пожаловать обратно на мой канал! Это компания, которая помогает туристам, прилетающим в Сеул, в Корею по различным медицинским вопросам и ситуациям. Вот это клиника пластической хирургии под названием VU, в которой я как раз-таки делала свою операцию и жила на протяжении всего восстановительного периода, о котором, кстати, сегодня мы будем говорить достаточно подробно. В любом случае, если вы хотите своими глазами увидеть первый выпуск этого влога, вы можете кликнуть сюда или сюда и посмотреть его целиком. Ну, а мы с вами продолжаем разговор о моей поездке. Итак, моя операция закончилась достаточно поздно вечером, мы начали в районе 5 часов, если я не ошибаюсь, и закончили около 10-11, и из операционной палаты меня перевели в постоперационную палату. Где-то между ними как раз-таки я начала просыпаться, потихоньку приходить в себя, и на самом деле я чувствовала себя не так ужасно, как я ожидала. Все было вполне себе неплохо, возможно, это связано с тем, что я еще на тот момент не до конца отошла от всех обезболивающих. Мне было нормально. Конечно же, я была достаточно опухшей на тот момент, я не видела себя в зеркало конкретно в этот день, но я видела себя в зеркало на утро, и, да, предполагаю, что мое лицо было вот такого размера, но это абсолютно нормально. Всю ночь я провела в постоперационной палате, в принципе, без каких-либо проблем, я немножко поговорила по телефону, выписывалась там что-то по телефону, даже слабо помню все эти моменты, и сразу же уснула, проспала до самого утра, и на утро ко мне уже пришли мои первые посетители, пришел папа, конечно же, пришли Ананя и Евгения из Dogfinder Корея, и они принесли мне все самое необходимое, все необходимые лекарства и медикаменты. У меня были такие небольшие упаковочки таблеток, и там было расписано утро, день, ночь, я должна была пить их на протяжении пяти дней, кажется, а также они принесли мне мой тыквенный сок, как я уже говорила, после операции мне нельзя было есть, только пить, поэтому сок зашел на ура, и, кстати, клиника также предоставила мне специальные, это питательные напитки, которые заменяют еду, они достаточно вкусненькие, похожи на протеиновый какой-то шоколадный коктейль, что-то в этом роде, в общем, это то, на чем я выживала первые дни, после операции, по сути дела. Также мне дали несколько огромных бутылок дезинфицирующего раствора, поскольку во рту внутри у меня были швы, на самом деле это не так ужасно, как звучит, я прекрасно понимаю, что это не очень приятно слышать, но, тем не менее, эти швы нужно было беречь, их нужно было держать в чистоте, поэтому мне было необходимо полоскать рот каждый раз, когда я пила что-то помимо воды, чай, кофе, там, мои вот эти протеиновые коктейльчики, тыквенный сок, все что угодно, мне нужно было обязательно полоскать, дезинфицировать рот после этого, да, это один из таких постоперационных моментов восстановительных. Это абсолютно не больно, не вызывает никакого дискомфорта, нигде ничего не щипало, но это было необходимо делать каждые, там, 2-3 часа. Скажу, что самыми неприятными, естественно, были первые где-то 3 дня после операции, потому что болело все, и болело так, что казалось, что болеть никогда не перестанет, но очень вручали таблетки на самом деле, после них я чувствовала себя более или менее вменяемо, и я очень сильно ощущала этот промежуток времени от одной таблетки до другой, то есть ты выпиваешь ее, ты сразу же чувствуешь себя гораздо лучше, и когда подходит время следующей таблетки, ты уже понимаешь, что все начинает болеть, и она прямо-таки нужна тебе. Поскольку я жила в самой клинике, мне было достаточно удобно посещать все постоперационные процедуры, которых по факту было не так много, но они были достаточно частые, то есть, например, первые несколько дней мне постоянно обрабатывали все швы, кроме того, мне дали специальную мазь с помощью, которой я должна была обрабатывать швы утром и вечером сама. На самом деле, обработка швов, кто делал, тот знает, это, конечно, не из приятных процедур, но тем не менее, все было идеально чисто, все было идеально стерильно, все очень легко и быстро заживало, и я думаю, что, да, это связано с тем, что и я, и врачи очень правильно ухаживали и заботились о моих швах и о моем лице. Помимо обработки швов, несколько раз я была на процедуре ювелайзера, это такой специальный аппарат, под который вы ложитесь и лежите примерно 15 минут, он очень сильно ускоряет все процессы заживления. Спустя несколько дней, наконец-то, наступил момент, когда мы уже могли снять абсолютно все внешние швы и все повязки. Дайте мне хоть какую-нибудь подушку мять. Давайте я вас подержу. Мените мои руки. Хоть что-нибудь. Я невероятно сильно ждала этого дня, потому что, естественно, мне хотелось увидеть конечный результат. Все хорошо говорите. Он сразу говорит, много улучшений, сразу видно. Я еще не видела. Посмотрите. У вас есть какие-то неудобства? А сзади от руки? И скажу вам честно, когда с меня сняли повязки, я была в полном шоке, и все вокруг стояли, я очень хорошо помню этот момент, все стояли и спрашивали, ну как тебе, ну как, ну что ты думаешь? Потому что я впервые посмотрела в зеркало, если честно, в тот момент мне стало достаточно страшно и беспокойно, по той причине, что мой подбородок еще был очень сильно опухшим, отекшим. И такое ощущение, что он существовал отдельно от моего лица. Плюс у меня был достаточно большой отек вот здесь, соответственно, у меня были вот такие щеки и длинный-длинный подбородок. Конечно же, когда я увидела себя, я не могла сказать, вау, классно! И в этот момент меня, конечно, очень успокоил доктор Ли, он на самом деле невероятно понимающий человек, мне кажется, он прямо увидел этот страх в моих глазах, и я думаю, что многие люди через это проходят, поэтому он в принципе знает, чего ждать. Он сказал, не волнуйся, я знаю, что сейчас тебе кажется, что подбородок огромный, что лицо выглядит странно, так не будет всегда, это совершенно не конечный результат, вот эта припухлость, она должна спасть, он станет гораздо меньше, он станет в полтора раза меньше, и все это приобретет смысл через месяц, полтора месяца, поэтому, пожалуйста, не волнуйся. И мне было на самом деле очень важно услышать эти слова, потому что это моя первая операция, как я уже говорила, тем более пластическая операция, я совершенно не знала, чего ждать и как это все будет происходить, поэтому, да, было немножко волнительно. Боже, вы только посмотрите на эту роскошную корейскую женщину, кто это? Мы пойдем гулять по улицам города в таком виде, я думаю, с нами будут фотографироваться все. За деньги. За деньги, исключительно. И обязательный завершающий операция. Лучше. В принципе, я абсолютно полностью доверяла доктору, если он говорил, что все будет так, как оно должно быть, я поверила в это, и, естественно, сейчас я на 100% довольна своим подбородком, мне безумно нравится мой профиль. Самое лучшее, самый прекрасный момент заключается в том, что я все еще выгляжу, как я, и многие из вас подметили это, многие сказали, что они вообще не видят разницы после операции, но дело в том, что когда я приехала туда, когда у нас был самый первый разговор и первая консультация, меня спросили, может быть, есть какие-то фотографии подбородка, которые я хочу показать, и они могут сделать мне такой же. Я сказала, нет никаких фотографий, я хочу выглядеть так же, как я, только лучше. По сути, так оно и получилось. Мое лицо выглядит ровно так же, как раньше, но гораздо аккуратнее, мой профиль сейчас гораздо правильнее, вот эта V-line появилась. В общем, вы все это увидите на фотографиях до и после, для тех, кто не видит результаты, но я понимаю вас, я абсолютно понимаю вас. Сейчас расположение губ и подбородка очень хорошее. Киридо, январе, в биле, он чуть-чуть длиннее. Так круто. Кстати, в этот же день доктор Канг поставила мне филлеры. Филлеры, о которых я рассказывала вам в предыдущем выпуске, боже, я более чем довольна, потому что относительно филлеров я волновалась, наверное, больше всего. Мы добавили их в носогубные складки вот сюда и немножко вот в эту зону под глазами, чтобы лицо выглядело более юным, более таким, я не знаю, приветливым, симпатичным. Но это было чудесно, это было просто золото, абсолютно несравнимо с тем, что я делала в России. Возможно, здесь у меня просто-напросто был неудачный опыт, именно из-за этого я переживала о том, как будут смотреться филлеры и стоит ли делать их вообще. Но доктор Канг поставила мне их настолько правильно, настолько аккуратно и настолько в какой-то необходимой пропорции, что, во-первых, они не ощущаются мне, то есть я отстрогаю свое лицо, я не ощущаю их, я не могу почувствовать, что там есть что-то инородное. Во-вторых, это все смотрится очень естественно, если не сказать, что у меня стоят филлеры, я думаю, что это вряд ли заметно невооруженным взглядом. На 14-й день после операции я уже выглядела, естественно, значительно лучше, абсолютно не до конца восстановилась, мне кажется, я только сейчас начинаю видеть и получать окончательный результат. Но да, на тот момент, на 14-й день мы снимали швы во рту. Я вам скажу, это та процедура, о которой я волновалась, наверное, больше всего, не считая самой операции, конечно же, потому что я знала, что это будет достаточно болезненно, потому что внутренние швы, их снимать непросто. И я скажу, процедура действительно неприятная, крайне неприятная, но абсолютно терпимая. Я даже немножко поплакала, но я плакала не от того, что мне было больно, я плакала, потому что я очень сильно переволновалась, сама себя накрутила. И когда это наконец-то произошло, у меня просто такой был, я не знаю, взрыв, облегчение. Плюс ко всему я была безумно рада тому, что наконец-то свободна от всех швов, потому что все равно ощущение, что еще что-то осталось в твоем теле, оно не всегда приятное. И ты знаешь, что тебе надо следить за этим, следить за тем. Тут с меня сняли абсолютно все. И я уже была вот такой Ксюшей, которая могла ехать обратно домой. И у меня был финальный осмотр у каждого специалиста, который принимал участие так или иначе в моих операциях. То есть я заново посетила каждого своего врача, чтобы они могли на 100% убедиться в том, что процесс моего восстановления идет хорошо и правильно, и меня можно безбоязненно отправлять домой обратно в Россию. В этот же день у меня было несколько съемок для клиники, у меня было два небольших интервью. Ну что, ребята, я собралась, я готова и отправляюсь на мое интервью. Вначале кофе. Музыка. 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 Все, мы отсняли первые кадры нашего видеоролика. А теперь мы едем наверх. Музыка. 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 Поскольку это был мой последний день перед отлетом, мы с ребятами очень долго фотографировались вместе, фотографировались с персоналом клиники, с представителями Dogfinder Корея, потому что мы действительно так подружились за эти несколько недель. О, мне будет так не хватать всего этого. О, кстати, вон уже чайная. Выглядит великолепно. И на следующий день, пройдя абсолютно все проверки с чистым сердцем и новым лицом, я уже отправилась домой в Россию. Мы с папой, естественно, отправились домой в Россию. Если честно, я уже очень сильно ждала возвращения домой. Правда, я безумно скучилась по дому на тот момент. Утром мы позавтракали, за нами прислали машину. Естественно, Евгения поехала провожать нас в аэропорт. Когда я прилетела домой, еще, наверное, на протяжении месяца, мне хочется сказать, мне особо не хотелось выходить куда-то, мне особо не хотелось загружать какой-то контент, потому что я все еще восстанавливалась, я высыпалась, я отдыхала, я ждала, когда пройдет абсолютно любая боль и любой дискомфорт, который может возникнуть. Хотя, в принципе, как я уже говорила в первом видео, чтобы начать какую-то активную деятельность, вам совершенно не нужно ждать так долго, я просто хотела дать сама себе вот это вот необходимое количество времени, чтобы восстановиться на 200%. В общем-то, на этом все, на этом заканчивается моя история, но это не конец нашей с вами серии видео. Дело в том, что за все время и моего путешествия, и с тех пор, как я вернулась из Кореи, я получила огромное количество вопросов от вас касательно операции, и я решила записать еще одно видео с ответами на ваши вопросы. Так что это будет небольшой Q&A, вопросы на ответы, поэтому, если для вас что-то осталось неясным, не совсем понятным, вы можете задавать свои вопросы здесь, в комментариях под этим видео, вы можете писать, например, мне в директ в Инстаграм, или комментировать там мои фотографии в Инстаграме. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, я постараюсь ответить на все самые часто задаваемые вопросы, да и просто на самые интересные. В принципе, на этом у меня все на сегодня. Огромное вам спасибо за внимание в очередной раз, и напомню, что если вы хотите посмотреть первое видео, я оставлю ссылку внизу, в описании, пожалуйста, переходите, смотрите. Да, на этом я прощаюсь, с вами огромное спасибо за просмотр, увидимся в следующий раз, пока-пока!